Военный ответ на события в Сирии не исключает Дональд Трамп. Он пообещал, что в течение 48 часов примет решение наносить ли военный удар. До часа Икс осталось чуть более суток. Что же предпринимает Америка и насколько ситуация взрыва опасна, выяснял Дмитрий Анопченко. Америка перебрасывает поближе к Сирии свои эсминцы. В Пентагоне неофициально подтвердили, один ракетный корабль Дональд Кук, оснащенный 60-ю ракетами Тамагавк, уже сейчас дежурит в восточном районе Средиземного моря. Откуда он может в любой момент нанести удар по Сирии? Второй эсминец Портер получил команду срочно передислоцироваться и на полном ходу следует в район возможных боевых действий. Россия пытается играть мускулами. Американские корабли постоянно облетают российские боевые самолеты. Но удар это не предотвратит, если, конечно, Дональд Трамп распорядится. А президент высказался довольно туманно. Накануне, отвечая прессе, сказал, мол, окончательное решение будет принято в течение двух суток, но очень может быть, что вы о нем узнаете уже постфактум. Другими словами, в тот момент, когда крылатые ракеты уже полетят в сторону Сирии. Трамп сказал, у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на химическую атаку в Сирии. На вопрос, так кто же несет за нее ответственность, от ответа уклонился, мол, это выясняется. И пообещал наказать виновных, не исключив ответственности России. Мы не можем позволить продолжаться зверством, которым все мы были свидетелями. Вы сами видели, это ужасно. Мы не можем это допускать. В современном мире мы не можем позволить такому происходить. Президент сейчас в сложной ситуации. Штаты ведь объявили, ИГИЛ в Сирии разгромлен, миссия завершена. Трамп даже требовал от военных начать возвращение войск домой. Его еле уговорили подождать с этим решением. И ракетный удар по Сирии будет означать, что Америка не выходит из конфликта, а все глубже в него втягивается. С другой стороны, после прошлой бомбардировки в Сирии, у Дональда Трампа и авторитет в мире, и рейтинг внутри самой страны, значительно подросли. Так что Белый дом сейчас на раздорожье. Но, как неофициально признаются очень многие здесь, в кулуарах Конгресса, достаточно много признаков того, что американская администрация все же готовится к силовому варианту. И американской армии тоже дали четкую команду именно к нему сейчас готовиться. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.